Смотрел только что прогноз погоды по «Россия-24». Сухая статистика температуры в различных городах Российской Федерации неожиданно сменилась эмоциональным рассказом об отопительном сезоне в Украине, о том, что в соседней стране аномально холодный февраль и сроки отключения отопления могут быть сдвинуты в неприятную для хохлов сторону. Сразу вспомнились прошлогодние вставки про погоду в Сирии, например, с таким, как текстом «Благоприятную для нанесения бомбовых ударов наших военно-космических сил». Как вам это нравится? Рассказ сопровождался на этот раз картами холодных фронтов, таблицами и прочими подробностями отопительного сезона в Украине. Не знаю, насколько это может быть актуально для россиянина. Странно, что сейчас в Украине плюс 1, плюс 8 и даже карта температурных фронтов на России 24 меня не убедила. Не ассоциируется у меня плюсовая температура с аномально холодным февралем, как было заявлено. Другое дело, что среднестатистический зритель одной девятой части суши скорее слушает, чем смотрит и анализирует цифры. А ему говорят «в Украине бардак, кунта скоро замерзнет». И подспудно «у нас порядок, потому что у нас такой великий лидер Владимир Владимирович Путин». Забавные люди эти пропагандисты. То они рассказывают о последствиях взрыва ядерной бомбы над штатом Небраска, то о воздушных потоках при нагревании палубы Кузнецова, то о дефиците угля в Донбассе, то об отопительном сезоне в Одессе. Как-то даже объяснили падение российского спутника природной аномалией в Бразилии, ни за что не догадаетесь. И заметьте, все это звучит в прогнозе погоды. Внимание, это обычный прогноз погоды на российском телевидении. Это прогноз погоды на одном из центральных российских телеканалов. Это та информация, которая должна помочь якобы россиянам правильно одеться, выйти на улицу, захватить или не захватить зонтик. Несколько раз смотрел на заставку и даже пытался себя ущипнуть. Не помогает. В левом нижнем углу прикреплена надпись «Погода. Черт побери, здесь хотят рассказать о погоде». Жена увидела и тоже удивилась, какое им дело до украинского отопления. От этого что, в Якутске теплее станет? Теплее не станет. Но основная мысль усвоится четко. У нас стабильное тепло, у них бардак и люди мерзнут. И не важно, что это выдумки пропагандистов. Или пузики не анализируют информацию, они слушают и усваивают то, что им говорят. Можно показать карту, на которой плюс один, плюс два и сказать «Аномально холодный февраль». Они поверят. Можно показать кадры из Дагестана и сказать «Зверство хунты». Тот же результат. «Можно объяснить, что в соседней стране к власти пришли фашисты и важно навести там порядок. Население легко согласится, возьмет автомат и пойдет кого-нибудь защищать». Как, например, недавно сделал писатель Захар Прилепин. Закончился прогноз погоды в стиле Орулла. Дружба с океаней, похоже, снова заканчивается. Трамп наш кирдык. Минут пять диктор подробно объяснял, почему США уже почти затопило и скоро точно затопит. С графиками и видеокадрами наводнений. Оказывается, в США гидроэлектростанция не той системы. Это может приводить к катастрофическим последствиям в качестве подтверждения использованной интервью с экспертом о наводнении на Амуре. Смотрелось топорно, но с точки зрения манипулирования это не так важно. Важно, что есть так называемое «экспертное мнение в кавычках», которое подтверждает, что у них там у всех бардак. В результате Америку затопит, а если Украина к тому времени не замерзнет, мы наведем там порядок и займемся другими странами. Мы же такие хорошие и умные. Список для наведения порядка и стран, где полный бардак, уже очень большой. И Россия просто не знает, что бы ей сделать для того, чтобы там везде навести ее порядок. Но странное дело, никто этого особо не ждет. Даже Беларусь спешит как можно быстрее ретироваться.